Ну и в завершении выпуска предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Свободный микрофон». В преддверии Дня Защитника Отечества наш корреспондент Анна Троян спросила у жителей Люберец, а каковы же главные качества мужчин? Издревле считалось, что мужчина – это добычек, завоеватель и крепкая опора. Времена рыцарства уже в далеком прошлом, но изменились ли качества, присущие настоящим мужчинам, узнаем у Люберчан. Надежность и верность. Мужчиной быть. Храбрость. Прежде всего, добротой. Добротой. Позитивным настроем всегда, никакого брюзжания, как бы плохо ни было. Любить всех-всех-всех ближних, помимо доброты. Ну и, конечно, чтобы ум был. Должен быть доброй, обязательно. Женщину свою любимую любить. Должен отвечать за свои слова и поступки. Должен оберегать женщину, не давать ее в обиду. А они вообще существуют? Мне кажется, они как мамонты вымерли. Настоящий мужчина? Не врать, наверное. Не лениться. Да. Быть настоящим мужиком. Должен быть похожим на меня. Верность. Ну, любовь. Да. Это без этого никак. Настоящий мужчина должен любить и уважать свою половинку вторую. И самое главное – любить защищать свою родину. Надежным. Ответственным. Держать свое слово. Это раз. Второй. Должен помочь семью. Горова семьи. Как? Не обязательно красота. Он должен быть добрый. Добрый, отзывчивый, великодушный. А с кем у вас ассоциируются эти качества? Ой, с моим мужем. Который тут кричит «Ясь! Вот это настоящий мужик». Для меня настоящий мужчина – это наш президент. Путин. Петр Первый, например. Наверное, Иосиф Фасарионович Сталин. Тоже. Да. Ну и вот Путин, наверное. Если брать историческую личность, то с какими-то викингами. Поздравляю всех-всех-всех мужчин с 23 февраля, с Днем Защитников Отечества. Мы за вами, как за каменной стеной. Ой, мужчинам пожелаю я верить в себя, не стесняться бороться за свою женщину и делать ее счастливой. Никогда не огорчали своих женщин. И чтобы вам в жизни жилось хорошо. Дорогие мужчины, здоровья вам, счастья, любви, спокойствия в доме, хороших детишек. Ну, что еще можно пожелать? Взаимопонимания. Будьте таким, как Путин. Ну что ж, а в завершении мы, коллектив ЛРТ, присоединяемся ко всем пожеланиям. И искренне надеемся, что вы, дорогие мужчины, оправдаете все наши надежды и всегда будете соответствовать женским представлениям. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, специально для рубрики «Свободный микрофон».